Всем привет! Вы на канале Польза.нет и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И есть, наверное, только две причины, почему вы смотрите этот обзор на этот смартфон, на который, разумеется, снимается, собственно, вход. Раз, вы мой подписчик, два, вам попалась рекомендация третьего эшелона, и вы подумали, что можно на этом деле сэкономить. Я не буду сразу вас разочаровывать, потому что комплект шикарный, железо, которое они предлагают за эти деньги шикарно, доставка 2-3 дня стемола и еще много всяких плюшек, но это бренд не первого эшелона, и вы всегда должны для себя оценивать стоимость и то, что вы получите на выходе. Что вы получите на выходе, сегодня я вам расскажу. С распаковкой, примерами съемки, попыткой поиграть с этого дела и еще много всего. Infix не мой фаворит, но сделать на него обзор обязательно. Почему? Потому что на них делают обзоры все, и миллионники тоже, и, наверное, мне пора тоже вспоминать про третий эшелон. Они же существуют, и если они существуют, значит это кому-то надо. Смотрим. Я дополз до третьего эшелона. Это Infix. По-моему, про Infix я вообще ничего никогда не рассказывал. Как вы слышите, там все гуляет. Ну, наверное, так и задумано. Внутри 6 гигабайт оперативной памяти. Обещают и 128 внутренние. На томоле их море, отзывов море. Крупные каналы уже, наверное, все рассказали о подобных штуках. Теперь я расскажу, потому что, в принципе, я рассказал, по-моему, по поводу всех первые и вторые эшелоны я уже прошел. Буду рассказывать про эти, пока нового ничего не вышло. Процессор Helio G88. Слов нет, но тестировать все равно будем. И вскрываем. Упаковка зеленая. Все потряслось. Надеюсь, что я там ничего не разбил. Из интересного сразу нам обещают 33 Вт зарядки. 5000 мАч стандартная батарея. Толщину всего 7,9 мм. Тоже, опять же, все проверим. На заборе много чего пишут, как и на коробках. Разумеется, здесь AMOLED на целые 6,7 дюйма. Какой-то особый Vivid AMOLED дисплей. Что такое Vivid дисплей, мы тоже увидим. Ну, внешне очень сильно на Redmi Note 11 похож. Сейчас вы увидите. Ctrl-C, Ctrl-V. Даже рядом не буду показывать. Почему? Потому что грани такие же круглые. Несимметрично здесь находятся салазки. Сейчас я вам покажу. Наклейку сниму. Вот. Слот для сим-карт находится. Сразу бьет по глазам. Почему-то несимметрично. Притом, Type C-шный вход они нормально разместили. Сразу видно, что есть у нас защитная пленка. Аля фобка у нее. Ну, посмотрим, раскатается. Сейчас пока не худшая. Но чем дольше я вожу пальцем, тем она хуже становится. Хотя, должно быть, по идее, наоборот. Есть миниджек, который также расположен несимметрично. Не по центру. Не знаю почему. Но, может быть, чтобы отличаться. Грани прямые. Никаких водопадов. Это круто. Много запаха химии. Аж глаза режут. Чехол выглядит прикольно. По ощущениям, не прикольный. Зарядка большая. Надеюсь, на много ватт. Хотя, обещали 33. 33 написано. Ладно. И кабель для зарядки вроде качественный. Но не сказал бы, что супер. Ключ для излечения карт памяти и сим-карты на борту. Вскрываю. Две симки и карта памяти может быть сюда помещена. 187 граммов. Стандартный вес. Чехол подходит или нет. Сейчас проверяю. Подходит. Сенсор. В кнопке питания. Три камеры. 50 мегапикселей. И андроид на борту. Инфикс. Водушевление у меня немного. Я думаю, как и у вас. С одной стороны. С другой стороны. Новая реальность. Что поделать? Во-первых, кризис полупроводников. Русский язык на борту. По тактильным ощущениям. Ну, конкретно. По размеру. Не по тактильным ощущениям. В принципе, адекватен. 8,17. То есть почти 8,2. С блоком камер. 10,2. Смотрим. Розыгрыши моря. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянные же. Разумеется, это 5 Mi Band 6 серии. Разыгрывается за лайк. Подписку и комментарий к любому видео. К слову, Huawei Band 7 мне уже вылетел. А скоро представят Mi Band 7. Но это уже другая история. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок. Я туда скидываю то, что купил. И там много всего интересного. И оповские планшеты, и рилмовские. А самое главное, чтобы вы не забыли, как покупать на Али дешевле. На данный момент из старой программы через Киви по курсу Киви. Потому что Али курс ставит на 7 рублей дороже за доллар. Кто понял, тот молодец. Поставляется данный девайс в трех расцветоках. Черное, зеленое и белое. Дизайн мне импонирует только из-за блока камер. Тыльная часть выполнена из матового пластика, как и рамки. Качество материалов не наилучшее, как и сборка. В руке без чехла лежит удобно и не выскальзывает. Тыльная часть не пачкается, что хорошо. На корпусе расположена кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, качарели гурировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0, микрофоны, один основной динамик и один разговорный. Звучание здесь стерео, так как разговорный динамик выступает в роли основного. Качество в звучании не худшее, я бы сказал даже хорошее. На борту также есть технология DTC с четырьмя звуковыми режимами и усилитель громкости Best Loudness. ИК порта не завезли, но есть миниджек, и за это особое спасибо. Но расположен он не симметрично. Далее, прорезиненный слот на две сим-карты и карту памяти аж до 2 терабайт, что круто, но сама карта будет дороже смартфона. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением 1080 на 2400 пикселей Full HD+. Плотность пикселей хорошая, 393 ppi, пиковая яркость 650 нит. При прямом попадании света на экран лично мне яркости не хватает даже в режиме автояркости. Частота обновления экрана 60 Гц. В настройках есть ультра-тач, в котором можно выбрать скорость пролистывания и скорость анимации. DC димминга в наличии нет. Шим на 100% яркости 3,7% на 50,98% на минимальной 45 на 0,40. Показатели шима абсолютно нерадостные, но у меня лично глаза от экрана, что странно, но не уставали. Автояркость работает быстро, но подстраивается под освещение иногда не точно. Под разными углами тон картинки слегка бросает в холодный оттенок. Always on display в наличии, но не полноценный. Далее, мультитач на 10 пальцев отсутствует, распознает экран только 5 пальцев. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает отлично и довольно быстро. Внести отпечаток одного и того же пальца несколько раз можно на уведомление о том, что данный отпечаток уже зарегистрирован, всплывает. Распознавание лица срабатывает хорошо даже под углом, но не совсем быстро. Внести биометрические данные можно только одного лица. Подбородок внизу экрана есть, но не сказал бы, что он огромный, хотя заметный. Экран в целом насыщенный, четкий, яркости для использования достаточно, но точно не в солнечную погоду, а впереди нас ждет какое-никакое но лето. Летим дальше. Процессор установлен восьмиядерный от Mediatek Helio G88 с техпроцессом 12 нанометров и максимальной тактовой частотой 2,0 гигагерца. Графический процессор RMG52MC2 тоже не супер, я бы сказал все плохо. Интерфейс XOS V10 на базе андроида 11 версии, который мне вообще не зашел. Оперативная память LPDDR4X на 6 гигабайт, внутренняя память позор EMMC на 128 гигабайт. Имеется поддержка двухдиапазонного Wi-Fi 5 серии, 5G сети смартфон не поддерживает, для 4G бенды 7 и 20 на борту в принципе 5G нам и не нужен и еще не скоро понадобится. Связь устройства ловит хорошо, звучание при разговоре отличное, микрофоны, как и датчики приближения не подводили, что очень даже радует. Запись разговора в стоке есть и без уведомления о начале записи. VOO LTE на борту, VOO Wi-Fi не завезли. Вибромоторчик топорный ненастраиваемый, Bluetooth версии 5.0, не последний, последний 5.3, но 5.0 тоже неплохо. NFC поддерживается, что хорошо, можно установить Mirpay и спокойно пользоваться. Из навигации на борту GPS от GPS GLONASS GALILEO BDS. GPS-тест показывает точность 1 метр в городских условиях, что хорошо. Емкость аккумулятора 5000 мАч в PC марке выдал скромные 7 часов 11 минут и осталось 20%. Тест я проводил перед 60 Гц на максимальной яркости. Заряжается он с нуля до сотки от родного адаптера питания с нуля, опять же неплохо, за 1 час 33 минуты. Бесправной зарядки, разумеется, нет, но есть функция OTG. Поедает за 30 минут просмотра видео на ютубе по Wi-Fi, 8% заряда. World of Tanks за 30 минут на максимальной яркости ушло 11% заряда, играть было комфортно, но 22% на танках это прям в час очень много. За час игры в Genshin Impact средние графики и максимальной яркости улетает 26%. Играть можно, но часто проскакивают подвисания, чем дольше играть, тем больше этих подвисаний, разумеется. Яркость смартфон не понижал. Перейдем же к тестам. Тродлинг тест проходит стабильно, 146 гипсов минимально, максимально 159 и в среднем 154 гипса на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 5 в сингл коре 374, в мультикоре 1340. 3DMark показал Wildlife 725, Wildlife Extreme 183, Wildlife Stress Test 728, Wildlife Extreme Stress Test 184, Slingshot Extreme 1416, Slingshot 1908. В Antutu выдал результат в 260 тысяч попугаев, Storage Test показал 14 тысяч. На холодную 45-минутный стресс-тест прошел не идеальный результат, вы можете наблюдать на экране. Основной блок камер с тыльной части имеет лет вспышку с четырьмя светодиодами, основной модуль широкоугольный на 50 мегапикселей, датчик глубины на 2 мегапикселя. Запись видео доступна в максимальном разрешении 2560 на 1440 точек, так называемые 2К на 30 фпс. Цифровая стабилизация на борту, но она, к слову, отрабатывает не лучшим образом и только при 1080p 30 фпс. Оптического стаба, разумеется, нет, это неудивительно. Фронтальный модуль на 16 мегапикселей, находится он по центру верхней части экрана в каплевидном вырезе, который я бы сказал совсем не маленький. Максимальное разрешение для съемки видео также 2560 точек на 1440 точек, 2К с 30 фпс. В стоке смартфон имеет достаточно много различных режимов для видеофотосъемки. В целом, видеосъемка, как и фотосъемка, лично меня слегка удивила, так как ожидания были совсем другими. Короткие примеры вы сейчас увидите. Очень старое разрешение 2К, ограничение по съемке 9 минут 20 секунд, максимальный x10. Ну, разумеется, мыло-мыльное, можно фотографировать параллельно, можно ставить видео на паузу. Но отрывистой съемки я не вижу, кстати, что довольно удивительно. По поводу качества надо уже будет смотреть на большом экране, но я смотрю, очень баланс белого прыгает. 2К, максимум съемка, получается, осталось записи 9 часов 16 минут, инфикс. Вижу, что какими-то обрывами съемка ведется. Стою, если двигаться, то, наверное, вообще все будет мрачно. Если против солнца, то примерно вот так. Но, опять же, на солнце я смотреть не могу, то есть он реально ярко, не через тучи. По иксам. Там уточки плавают. Да, вот эти вот пиксели зеленоватые, это уточки. На паузу можно ставить, можно фотографировать одновременно. И, в принципе, наверное, все по стабу пройдусь я. Но, по большому счету, вам хватит всего, что вы сейчас видите. По железу запихали здесь все хорошо. По прошивке я уже всегда повторял и повторяю, что третий эшелон всегда будет третьим эшелоном. Да, телефон выглядит ничего. Да, у него вроде бы те же модули, те же процессоры, та же память. Но оптимизация я никаким образом не пытаюсь вас склонить к чему-либо. Но вот если брать 9i, у него стаб примерно такой же у этой трубки. А у Realme 8i, которая стоит дешевле, у него стаб значительно лучше. Хотя там есть другие подводные камни, но в целом я понимаю, почему эти смартфоны покупают. Этот шлаком я их не назову. То есть, по съемке, да, пересвет какой-то, да, стабилизация не фонтан. Даже мой легкий тремор, он цифровой стабилизации никаким образом не компенсирует. Вот, если брать 1080p, которое мне неинтересно, вполне возможно. Давайте посмотрим автофокус на драматичной решетке против солнца. Скорее всего, работать не будет. А если так, то работает очень даже быстро. Но против солнца вообще мало чего бы работало. Поэтому, в принципе, за автофокус плюс. И немного 2К в разрешении у фронталки почему-то. Это все дело я буду пересматривать, потому что... Я скажу ужасную вещь сейчас, но фронталка меня прям радует по съемке. Я ожидал чего-то из разряда Бибике, а получил что-то из разряда ближе к Самсунгу. Но вам, опять же, смотреть, вам решать. По стабу понятно все, не фонтан. По звуку, опять же, будет слышно потом, когда я буду пересматривать запись. Но по качеству съемки именно меня как объекта... Зачет. Фикс обещанное разрешение в 2К на фронталке. Что я вижу? Вижу, что все безумно дергается. Я сейчас поставлю на 1080p, постараюсь. Потому что в вечернее время снимать это дело такое себе. Роллинг шатра я не наблюдаю. Но тряска прям лютая. Фронталка 1080p. И он мне говорит, что осталось еще записи довольно много. Указывает, что включена особая ночная съемка. Буквально недавно в 2К я снимал. Особая разница по стабилизации не вижу. Вижу, что очень сильно выкручивает цвета. Но зато выглядит, наверное, вам интереснее. Когда трава зеленее, куртка синее и лицо краснее, чем есть на самом деле. 1080p сравниваем автофокус. Раз. Вечернее время два. И вечернее время три. Сейчас включу 4К. Некорректно сказал. 2К сравниваю. Автофокус раз. Автофокус два. Автофокус но. Все так хорошо начиналось. В целом неплохо, учитывая, что это инфикс. Я говорю, я ожидал намного худшего. И по картинке, и по всему. Но картинка не натуральна. Прям вообще даже близко. Трава прям... Ну, ночь. Ночь. Какое бы здесь освещение не было, вы прекрасно понимаете, что здесь бледно-бледно-зеленое. А вы сейчас видите ярко-зеленый свет. Вот, с другой стороны, ну так, он это так видит. И вот он, 2К, инфикс, ночь, пусть единообразно и безобразно, но можете увидеть, допустим, вот я останавливаюсь, что, в принципе, это съемка, которую вы не сможете никоим образом где-то использовать для чего-либо, кроме как под веселый вечер пересмотреть все это в состоянии, когда вам надо пересматривать именно на телефоне. Потому что на компьютере, либо на телевизоре это все будет мракобесно. Пример съемки рядом с дорогой и площадь восстания. Вижу подергивание, не вижу, что идеальная картинка. Хотя, может быть, вы эту картинку видите. Стаб нулевой, то есть с одной руки снимать невозможно. Минусы. Цифровая стабилизация по большей части для вида. Тип внутренней памяти. Хотелось бы UFS хотя бы второй версии. Также нет и КПорта. Да и в принципе, мне оболочка вообще никак не зашла. Мне кажется, что со временем, мало того, что сейчас не особо хорошо работает, так потом она вообще будет крашиться. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Она будет, скорее всего, на ТМОЛ. Не забудьте перед этим подписаться на телеграм-канал скидок. Резюмирую, infix note 11 неплохой смартфон, так как он имеет хороший дисплей, поддержку NFC для бесконтактной оплаты, а также неплохую автономность. И для такого железа довольно приемлемую производительность. Которой, к слову, хватает не просто серфить в интернете, просматривать видео или фильмы, но и спокойно играть в игры. Но в тот счастливый момент времени, когда сейчас упал курс. И буквально два дня назад я выставлял Realme GT Neo. Realme GT Master Edition за 16300 рублей. Да, ладно, это Алиэкспресс Глобал, и придется подождать три недели. Но это аппарат А-класса, а это третий эшелон, и понятно, что ты, мол, закупился по старым ценам. И если бы этот девайс стоил в два раза дешевле, я бы, наверное, сказал бы девайсу да. Но ввиду курса, ввиду того, что можно через киви покупать по курсу сегодня 65 рублей за доллар, такие девайсы, которые в этот ценник просто космосом считаются, только поэтому нет. Если откатиться назад на два месяца, когда курс был 120, разумеется, девайсу да. Поэтому не забудьте подписаться на YouTube канал, написать в комментариях, чтобы вы еще хотели увидеть на обзоре. Посмотреть в телегу вообще просто цены, потому что я каждый день, мягко сказать, удивляюсь. Когда-то 3080 хотел за 320 тысяч купить, а вчера выкладывал за 60. И у меня когнитивный диссонанс, я думаю, у вас тоже хорошо, когда же хотя бы железо становится дешевле. Добра и удачи вам, дорогие друзья!